13.06 в Кирове в студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Гордумы Пятого Созыва, предприниматель Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Вот уже которую неделю обсуждается персона Дмитрия Никулина. А всё потому, что он сам подкидывает нам новые поводы. Причём, ну, две недели назад было его видеообращение к избирателям из Грузии. На прошлой неделе его возвращение по собственной воле в Россию, чтобы сдаться. Ну и новость этой недели. Никулина отпустили под домашний арест. Это человек, который обвиняется в организации многомиллионных хищений бюджетных денег, который почти полгода скрывался от следствия. Почему под домашний арест? Стоит, может быть, каких-то признательных показаний от Дмитрия Георгиевича нам ждать? Ну, если говорить прямо, то я не считаю, что обсуждение этой темы для меня приятно и актуально, и интересно. Но, тем не менее, раз мы эту тему поднимаем уже не первую неделю, то хотел бы высказать свою точку зрения по поводу всей этой сложившейся ситуации вокруг этого человека. Ну, во-первых, давайте вернемся к тому, что все СМИ, абсолютно все СМИ нашего города, общественные активисты, просто кировчане, массово в социальных сетях, на всех возможных ресурсах высказываются в том ключе, что этот человек вор, многомиллиардный вор из бюджета, что он украл у детей, что он украл из бюджета, что из бюджета не будут платить заработные платы учителям, врачам, кому угодно, школы не будут строить и так далее. То есть, человека обвиняют во всех смертных грехах и устроили так называемую публичную травлю. Я это называю публичной травлей. И однажды уже как-то в вашем эфире я высказался, что люди хотят устроить люстрацию на театральной площади этому человеку. Но, вы знаете, моя позиция следующая. Во-первых, нет смысла сейчас обсуждать следственные мероприятия. То есть, мы говорим о том, что отпустили его под домашний арест или почему его отпустили. Мне кажется, следствие компетентно в этом вопросе. И следствие само принимает решение, какую меру пресечения человеку давать. Если следствие сделало такой вывод, что Никулин должен находиться под домашним арестом, и он отбывает сейчас вот это определенное тоже наказание, значит, следствию так надо, следствию так выгодно, и следствие так считает нужным. Обсуждать это я не считаю своей компетенцией, компетенцией в том числе и средств массовой информации. Это первое. Второе. Почему устроили люстрацию этому человеку? Я считаю, что, безусловно, как он и сам в своем видеообращении выразился, он не пушистый, не святой. Естественно, какие-то косяки, какие-то нюансы, не знаю, там, воровство, мошенничество, все что угодно, может быть, с его стороны и были. Это будет доказывать следствие, это будет доказывать суд, который будет скоро. Поэтому как-то комментировать, виновен он, не виновен, я считаю, что это преждевременно. И некрасиво обвинять человека без определенных доказательств. Это первое. Второе. Я уже также неоднократно высказывался по этому поводу, что не стоит забывать, и все все прекрасно понимают, и общественность, и СМИ, и правоохранительные органы, что человек этот действовал не в одиночку, что, безусловно, с этим человеком в команде, в компании, в покровителях есть вышестоящие люди. Безусловно, следствие до всех вышестоящих и всех участвующих в этой схеме людей доберется. И мое мнение, что, безусловно, Никулин не заработал этих десятков миллионов рублей, которые приписывают ему следствие, лично себе в карман, не построил на них виллу в Испании, не положил на швейцарский счет. Безусловно, может быть, там какую-то долю этот человек и получил, и следствие его за это накажет, и суд его за это накажет, но все равно основной бенефициарий, основные выгодоперепретатели, это совсем другие люди. Ну, вот давайте по порядку. Кто? Ну, я ведь не следствие, я не могу рассказывать сейчас там фамилии. Я думаю просто, что все все прекрасно понимают, рано или поздно все фамилии появятся в публичном пространстве. Ну, рано или поздно. Это вот моя вторая позиция по этому вопросу. Ну, вот смотрите по поводу «все все прекрасно понимают». Вот опять же, тоже вы в нашем эфире по поводу иллюстрации и всего остального, сказали, что, я прям процитирую, больше всего меня поражает, почему сегодняшняя ситуация, которая связана с расхищением собственности, не поднимается. То есть мы говорим о Никулине, не говорим о том, что происходит сейчас. Вот вы здесь что имеете? Может быть, какие-то конкретные, опять же, примеры вам известны? Именно третья моя позиция по этому всему делу, она сводится к следующему. Что сегодня, на мой взгляд, и на взгляд многих бизнесменов, кировчан, депутатов, городской думы, областного заксобрания, в городе Кирове происходят страшные вещи. Страшные в том плане, что мы не видим у себя под носом, на мой взгляд, определенные махинации с бюджетными проектами, с бюджетными деньгами, многомиллионные, сотни миллионов рублей попадают в так называемую коррупционную зону риска. Есть мегапроекты, которые в Кирове уже запустились и которые рано или поздно будут запускаться в Кирове. Вы видите дорожные лоты на ремонт и содержание дорог, вы видите лоты на укладку асфальта в летний период, вы видите мегапроект, так называемый мегапроект, но я считаю его совершенно неэффективным, неправильным и нецелесообразным для бюджета. Это энергосервисный контракт на уличное фонарное освещение. Вы видите потенциальный переход всей системы, всей инфраструктуры водоснабжения, водоподготовки и канализации в руки неэффективного и экономически нецелесообразного предприятия МУП «Водоканал» вместо частного эффективного, имеющего технику и людей ККС. Я никого не нахваливаю, никого не рекламирую, просто я говорю о том, мы видим факты, мы видим, что есть эффективные проекты, есть неэффективные проекты. Мы видим передачу всей теплоэнергетики в нашем городе в концессию ПАУТ и ПЛЮС. Это тоже мегапроект. Мы видим потенциальный мегапроект на глобальном ремонте водоотведения, водоподготовки. Это деньги, которые приходят к 650-летию нашего города. Это миллиарды. То есть, в каждом из этих проектов вы считаете... Я вижу коррупционные потенциальные риски. Ну, например, давайте какой-нибудь один разберем лот, и мы попозднее разберем дорожный лот. Давайте я еще вам пример приведу. Значит, другие примеры. Были частные инвесторы на строительство под горбатым переездом в Новоавиатском районе города Кирова, прокола в тоннеле. Нет у нас сейчас полностью, вся документация приведена, и произошли определенные телодвижения со стороны городской администрации, и будут искать бюджетное финансирование. Вот сейчас уже на федеральном уровне ведется разговор. Если ведется разговор на федеральном уровне, ну, ради бога, на каком уровне это можно ввестись, но я говорю о том, что был пример возможности привлечения частных инвесторов, сейчас мы говорим исключительно о бюджетных деньгах. То есть, вы считаете... Здесь есть эффективность, и я считаю, что... Я не говорю, что здесь вопрос только в воровстве, а не в том, что... Я ни в коем случае не говорю... Допустим, частный инвестор не подошел по каким-то параметрам. Я не говорю о том, что воровство, я говорю о том, что частный инвестор предлагал смету в 700 миллионов рублей, а сегодня фигурирует потенциальная смета, потенциальная сумма в миллиард 400. Вот мне объясните, где здесь эффективность, и где здесь целеустремленность на решение проблем. Время прошло. Еще какие-то... Ну, в том числе, там, такие же аргументы приводятся в Белом доме. И таких примеров масса. Я их так называю... Я их называю мегапроект. Вот чем крупнее проект в нашем городе на сегодня, на сегодня, тем больше коррупционных рисков в нем. И поэтому, когда того же Никулина сравняли с землей и приписали все, что ему можно, все, что нельзя, из-за... Насколько я помню, там речь идет о двух с лишним миллионов рублей. Там, на самом-то деле, сумма-то, как ему-то приписывают хищение, 2 миллиона, потом 7 миллионов, потом 20 какие-то привезли. Ну, там, в целом, 37 миллионов организации хищения. 26-37, общая сумма, да. Но, насколько я там вижу, в том числе из материала СМИ, потому что я только с этими материалами знаком с этим делом, там всего лишь два, по-моему, с лишним миллиона рублей. А здесь мы говорим о сотнях миллионах рублей, потенциальных, сотнях, сотнях. Это все, что происходит здесь и сейчас, под носом. И ни один общественник, ни одно уважаемое СМИ не поднимает эти вопросы настолько остро, насколько поднимают эти вопросы по Никулину. Я никогда не буду относиться к Никулину как мегауважаемую политику, депутату, потому что Никулин избрался по пятисоточной схеме. Помните эту технологию, когда людям раздавали 500 рублей за то, чтобы они отдали свой голос за этих депутатов? Вот 13 человек в городской думе оказались по этой схеме. По нашим самым-самым скромным подсчетам было оприходовано таким образом 13,5 тысяч кировчан. Я никогда не буду испытывать уважение к таким политикам, депутатам, общественникам, как они могут там себя называть, если они не принимали участие в такой схеме. Безусловно, они знали об этой схеме, знали о том, что происходит. Ну, своим языком давайте называть подкуп избирателей. Естественно, это никто не доказал. Все наши суды прошли по этому поводу. Никто ничего не выявил. Никаких правонарушений мы не нашли. Не мы не нашли, а правоохранительная система, судебная система. Но вот так вот сложилось. Люди стали депутатами. И поэтому испытывать к ним уважение я бы не стал. Но испытывать сострадание как человек я испытываю. То есть, ну, вы же знаете, и он сам сказал, его вот этот приятель новосибирский, что у человека мама умерла из-за новостей в СМИ. Из-за новостей в СМИ. И что его в новостях и не на ваших ресурсах. Я подчеркиваю, там есть ресурсы, которые я бы вообще отнес к желтой прессе, которые неприятно читать, неправильно воспринимать, которые прямо утверждали. Никулин вор, Никулин украл, Никулин организовал. То есть, это же недоказуемо. Это ведь еще идет следствие и будет суд. И вот тогда уже вы можете сколько угодно его обзывать, называть вором, мошенником, каким угодно. Но сейчас ведь это... У нас же есть презумпция невиновности. Человек ведь невиновен, пока его не обвинил суд. Правильно? То есть, и вот на фоне этого информационного потока, который вылился на человека, у Никулина умерла мама. И неужели не испытывать сострадание даже из-за этого человека? Я считаю, что это некрасиво, неправильно. Есть правоохранительные органы, есть суд. Вот пускай разбирается. Обсуждать правоохранительную систему, их решение, их мнение, их поведение, я считаю, с моей точки зрения точно, с моей стороны, некорректно. Ну вот вышли заголовки, мы в том числе написали, что Алексей Кузьмин защищает Никулина, но вы ведь не его, наверное, защищаете. Вы защищаете это что? Я защищаю бюджет. Я защищаю и привлекаю внимание, и хочу, чтобы общественность и СМИ обратили внимание на те процессы, которые происходят с городским бюджетом здесь и сейчас, сегодня. Они многомиллионные, там сотни миллионов рублей в потенциальной зоне риска находятся. Никулин, если он там проворвал, если суд это докажет, суд его накажет. Хватит обращать внимание на Никулина, его накажут. Все, кто с ним был, их накажут. Все, кто выше него стоял и получал деньги, его накажут. Всех накажут. Давайте сейчас обращать внимание на то, что происходит с бюджетом. А происходят страшные вещи. И в Думе это постоянно поднимается, в том числе в городской Думе поднимаются эти вопросы. Это кулуарно обсуждается, это бизнесмены на каждом повороте обсуждают. Это привоз бесконечных татарских подрядчиков всей и всюду, на всех муниципальных контрактах. Это непонятные специалисты, появляющиеся во всех мупах и подведомственных организациях городской администрации. Это, опять же, специалисты, появляющиеся в самой городской администрации. Если мы говорим о формировании команды, которая ближе к телу, ближе к рубашке, как многие выражаются, то это неправильный подход. Так нельзя формировать команду. То есть команда должна состоять из специалистов, управленцев, эффективных менеджеров. Они, как сегодня, по сегодняшнему принципу. Ближе к телу, значит, и свой. Ну, знаете, ведь кто ближе к телу, того мы и знаем лучше. Кто ближе к телу, того и тапки, тот и тапки носит. То есть вы так считаете? Да, я считаю, что это неправильный подход в формировании команды. И, как выражается глава администрации, у меня нет команды, у меня есть сотрудники администрации. А я считаю, что это неправильный подход. Глава администрации должна быть команда, чтобы эффективно управлять городом. Ну, как набирать команду из людей, которых ты вообще не знаешь? Человек приглашает тех, кого он знает, кого он видел в работе. Так строится, может быть? По какому принципу? По принципу знакомства? Или по принципу, может быть, надо формировать по принципу специалитета? То есть надо людей брать компетентных, смотреть резюме, выискивать эти кадры, объявлять конкурсы на вакансии. Конкурсы должны быть чистые, открытые, прозрачные, а не как сегодня. Вот моя позиция такая, что неужели у нас в Кирове нет специалистов по тем или иным направлениям? Неужели их резюме не подходит? У нас перерыв сейчас, полминутки. Вернемся и продолжим уже с другой темой. Продолжается программа «Особое мнение» в студии Мария Кожевникова. Напротив меня депутат Гордумы Пятого Созыва, предприниматель Алексей Пузьмин. Алексей, еще одну тему хочу поднять, и, может быть, она тоже покажется вам не слишком приятной, как и прошлая, ну, потому что, на самом деле, не очень дело хорошее считать чужие деньги. Действительно. Вот. Но в последнее время и журналисты, и, может быть, кировчане этим занимаются, потому что депутаты Гордумы, и не только Гордумы, опубликовали свои доходы. За 2018 год. И вот есть те, среди них, кто прямо очень сильно теряет в деньгах в последнее время. Например, Валерий Крепостнов. Он уже три года подряд становится беднее. В 2016 году заработал 50 миллионов, в 2017-м – 28, и в прошлом году всего 2,5. Денис Ерохин был в тройке лидеров в 2017 году с 19 миллионами, а в 2018 году самый бедный заработал 100 тысяч. Это, если на 12 разделить, даже минималки не получается. Вот тут есть какое-то объяснение, почему у нас депутаты беднее становятся? Ну, хотелось бы, конечно, не очень красивая, опять же, тема, ковыряться в чужих карманах, но, если уж мы опять поднимаем этот вопрос, то хотел бы отметить, что депутаты – люди публичные. И когда ввелось это новое правило, что декларации в том числе стали подавать муниципальные депутаты, вы помните, что в том числе и несколько депутатов городской думы сложили себе полномочия, в том числе, чтобы не подавать эти сведения, чтобы не раскрывать свои карты, свои доходы и свое имущество. Я считаю это абсолютно нормальным, если человек-бизнесмен владеет бизнесом, не хочет показывать свои активы, может быть, и конкурентам в том числе. Зачем демонстрировать? И люди слагают в себя депутатские полномочия, ну, наверное, так принято, так правильно. Я считаю, что это нормально. А что касается действующих депутатов, которые заявили о своей публичности, став депутатами городской думы, за ним голосовали избиратели, то, безусловно, не надо стесняться показывать своих активов, доходов, свою недвижимость, транспортные средства и так далее. Вопрос другой – кто чего показывает? Ну, безусловно, когда мы видим цифру в 100 тысяч рублей на год, за год доходов в денежном эквиваленте, ну, безусловно, мы же понимаем, что человек на что-то ведь живет, и существует, и бизнес ведет, поэтому, ну, безусловно, значит, есть определенные другие доходы, может быть, они оформлены на других людей. Ну, вот, да, смотрите, по Денису Ирохину, у него ребенок несовершеннолетний заработал, в кавычках, 6 миллионов рублей, да, у крепостного жена стала в два раза богаче, так скажем. А есть ли вообще смысл такие вот доходы публиковать? Ну, вы знаете, у кого-то есть возможность, скажем так, перекладывать все свои доходы на других людей, у кого-то нет такой возможности, поэтому те, у кого цифры приближены к реальности, я считаю тех людей более порядочными, потому что... Избиратели, вот кого больше любят? Шихова, у которого 74 миллиона доходов? У нас в стране богатых вообще, в принципе, никто не любит. Зато честный, как будто бы. Это и правильно, и неправильно. Неправильно, что люди воспринимают богатство как источник наживы на каких-то там бюджетных средствах, но на самом деле богатство ведь, оно приходит от работы, то есть человек работал, занимается бизнесом, вкладывает деньги, вкладывает свои силы, умственный интеллект, руки свои вкладывает, ноги, все что угодно, и получает доходы. И не надо злиться на этих людей, не надо обращать внимание и говорить, что он вор и казнократ, но тем не менее, там, те люди, которые в Кирове показывают высокие доходы, они вызывают сомнения у избирателей, в том числе этот Шихов, депутат, которые, ну, как вы же все прекрасно видите, что человек один из выгодоприобретателей по всей мусорной, так называемой, реформе в нашем регионе, и САХом он частично владеет, и Купритом, и ГДУ, и чем только он не владеет, все, что связано с мусором. И поэтому люди озлоблены мусорной реформой, а люди озлоблены, мы же организовывали митинг, мы постоянно встречаемся с сотнями людей, общаемся в социальных сетях, с тысячами людей, и мы знаем, насколько люди озлоблены мусорной реформой. И когда людям говорят, что у нас есть человек, который выгодоприобретатель, частичный выгодоприобретатель во всей мусорной теме в нашем регионе, и он заработал 74 миллиона рублей, скажите мне, пожалуйста, у избирателей, какое отношение будет к этому человеку? Ну, то есть честных, скажем так, и богатых не любят, значит, не очень, может быть, тех, кто честно раскрыл доходы, тоже не любят? Тоже не любят. Как тогда? Поэтому отношение к системе власти у рядового избирателя в нашем регионе, в нашем городе, оно падает с каждым днем. И я уже говорил о том, что когда идут такие манипуляции на выборах, когда идут подкупы избирателей и всякие всевозможные технологические схемы, уровень отношения к действующим власти, к депутатам, к городской думе, заксовраний, у людей становится все ниже и ниже. И скоро упадет ниже плинтус. Почему? Потому что люди, люди это умные кировчане, они все прекрасно видят, понимают, анализируют, они сами принимают решения. Люди не только голосуют по билбордам на улицах, они анализируют, они видят всю эту картинку. И рано или поздно мы придем к тому, что действующая партия власти, как она сейчас себя называет, но уже на самом-то деле, мне кажется, ничего от ней властного не осталось, там Единая Россия, рано или поздно она получит свой настоящий результат, настоящий, на выборах. Сколько это? Это их 10%, вот их настоящий результат, их уровень поддержки населения. А вперед тогда кто выйти должен? Действующие оппозиционные партии, они конструктивные, они чувствуют повестку в стране, они предлагают решения. У нас Справедливая Россия выносит ежегодно альтернативный бюджет на страну, у нас Справедливая Россия активно принимает участие в ЗАГС собрания, в Городской думе. Ну вот Справедливая Россия выйдет вперед на предстоящий выбор. Это вот мой прогноз, поверьте на слой. Раз уж мы затронули мусорную реформу, давайте тогда ее обсудим. Вот власть, хоть люди ее не очень любят, пошла навстречу и предложила кировчанам поучаствовать в измерении своих отходов, потому что кировчане не согласились с тем нормативом, с новым, который насчитали недавно. Он оказался больше на 25%, чем 15 лет назад. Тот норматив, который, значит, 15 лет назад измерялся, он на данный момент действующий. Вот это вот что? Это хорошо, плохо? Это людям вообще надо? Вы знаете, это в том числе и наша инициатива. Мы неоднократно встречались инициативной группой, вот, скажем так, группой людей, общественников, которая, которая не безразлична, мусорная тема, мусорный вопрос. Мы аккумулируем предложения от кировчан, от жителей Кировской области и пытаемся эти предложения выносить в серый дом. То есть мы пытаемся до власти достучаться и вынести свои конструктивные предложения. Мы неоднократно встречались и с губернатором, и с министром ЖКХ, и с руководителем РСТ. То есть мы говорим о том, что есть определенные предложения, есть посылки и позывы, и мы пытаемся их саккумулировать и вынести на бумагу. Это самое важное. Вы же знаете, как чиновники работают. Чиновники работают исключительно по бумаге. И поэтому, в том числе и наше предложение. Первое создание общественного совета при Куприте. Он создан, этот общественный совет носит областной характер. Куприт же у нас областной, оператор по мусору. Поэтому этот общественный совет будет носить областной характер. Туда войдут инициативные кировчане, там, жители Кировской области, общественники, депутаты, которые будут обсуждать и выносить свои предложения. Это первое. То есть мы в некоторой форме формализируем обсуждение мусорного вопроса. Это правильно, я считаю, что это конструктивная позиция и конструктивная повестка. Второе, мы обсуждали в том числе и недовольство кировчан нормами накопления ТКО, теми замерами, которыми апеллирует правительство при формировании тарифа. И в том числе было наше предложение давайте привлекать публично общественников и СМИ к новым замерам, которые будут производиться по накоплению ТКО. Давайте сейчас немножечко прервемся. Полторы минуты у нас реклама. И после этого обсудим, к чему же может привести новое измерение отходов. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Мария Кожевникова свое «Особое мнение» сегодня высказывает депутат Пятого созыва Гордома предприниматель Алексей Кузьмин. Алексей, до перерыва мы с вами обсудили то, что власть привлекает кировчан к тому, чтобы они помогли измерить, сколько же они мусорят. Вот давайте обсудим, а к чему это привести может. Вот смотрите, намерили, что мусорят кировчане на 25% больше, чем 15 лет назад. А не приведет ли сейчас вот это вот измерение к тому, что мы увидим цифру еще большую? Ведь 15 лет назад, ну вот, если по правде говорить, мы мусорили намного меньше. Ну, во-первых, не совсем верно сказано, что власть привлекает общественников помочь измерить нормы накопления такого. Власть в том числе пытается привлечь общественников СМИ и вообще инициативных граждан к тому, чтобы проконтролировать эти замеры. Все-таки замеры производят специалистами либо подведомственная организация у Министерства ЖКХ, либо какая-то сторонняя организация, может быть, будет разыгран аукцион, там сейчас этот вопрос обсуждается, поэтому значит, нужно помочь отследить, то есть, раз общественники, инициативные граждане недовольны нормами накопления такого, считают их неверными. Они не видели, как измеряли домы. Я об этом и говорю, что мы же не видели, как это измерялось. Это было в тайне в каких-то там семи домах в городе Кирове и в районных центрах. Не предупредили, аргументировав это тем, что... Естественно, да, никого не предупредили, чтобы якобы не увозили лишний мусор, или не привозили новые, там, и так далее. Ну, то есть, это действительно там определенные аргументы, но тем не менее, я считаю, что эта процедура должна быть публичной, чтобы общественники и самое главное СМИ, мы же говорим о том, что СМИ это транслятор информации, вот СМИ должно привлекаться массово к этим замерам, потому что надо выносить это на публику. И надо видеть, что контейнер приехал, его взвесили на электронных весах, весы показали такой-то тоннаж, там определенная кубатура там измеряется уже потом, определенные процедуры, есть протокол, есть фотографии, мы пытаемся сделать и организовать онлайн-видеосъемку этих контейнеров. Ну, вот все будет по-честному, но допустим больше. Должно быть все по-честному. И если мы говорим о том, что кубатура, там, вес увеличился со временем, вот с последних замеров. Упаковок стало больше. Ну, значит, так там будем быть, ведь это честно, это правильно, но мы-то почему-то считаем и мы уверены и в том числе вот эти общественные замеры и эксперименты, которые проводили и депутаты городской думы, и журналисты, и просто общественные активисты, они говорят о том, что мы мусорим меньше. Сегодня мир такой, что большая часть мусора это упаковка, а упаковка стала легче. С тех времен упаковка стала легче. С тех времен совершенно изменилась структура мусора. Если раньше было гораздо больше органики, то сейчас больше упаковки. То есть мусор объемнее, но легче. Вот я пытаюсь привести к такому выводу, и мы-то анализируя вот эту информацию, пытаемся прийти к такому выводу, что мусора стало меньше в килограммах, но больше в объеме. То есть у нас, в том числе, вы знаете, что мусорные полигоны, они принимают по килограммам. То есть килограммов-то меньше в итоге поедет на полигон такого. То есть вот эти все нюансы надо оценивать, в том числе при формировании тарифа. Если мы это формирование сделаем прозрачным, публичным, тогда будет все честно и прозрачным. Если больше мусорим, ну, значит, так тому и быть. Но если мы мусорим меньше, будьте любезны, пересматривайте тариф. Ну, зато мы будем знать, что платим по-честному за тошные мусори. Это прозрачная схема, я считаю, что это конструктивный диалог, на который там идет власть, в том числе, в том числе после наших митингов. Вы же знаете, что власть больше всего боится уличных выступлений, и митинг показал, что люди готовы организоваться, и кировчане готовы отстаивать свою точку зрения и свою позицию. И это случается впервые, наверное, за пару лет последних в нашем регионе, когда жители настолько возмущены и настолько хотят высказать свою позицию, что они приходят на митинги, и нам тысячи кировчан еще в социальных сетях написали, сказали, и сообщили об этом, что они были готовы приехать со всего региона. Если бы там были организованы автобусы, у нас бы там многотысячный митинг был. А вот будут ли меньше митинговать, если будут платить больше, но по-честному? Не знаю. Не знаю. И на сегодняшний день мы проводим определенный соцопрос, и люди говорят, что ситуация с мусором не сдвигается, что власти все равно не слышат жителей Кировской области, и люди готовы митинговать заново. Это, я вам говорю, такие определенные замеры, они делаются, и люди готовы выходить на улицу, отстаивать свою точку зрения. Если по-другому не получается, люди готовы выходить на улицу. Но мы сейчас, вот прямо сейчас, мы пытаемся внести конструктив. Мы же не отморожены, там, шашками на голову летим. Мы пытаемся внести конструктив и пытаемся с законными основаниями добиться снижения тарифов, добиться платы и увеличить эффективность всей этой мусорной реформы. Потому что она как снег на голову свалилась кировчанам. Власть просто приняла такое решение. Сегодня будет мусорная реформа и платите-ка уважаемые вы за нее. Я считаю, что такой подход неправильный. Во многих странах мира все мусорные, вот такие перегибы, мусорные реформы делались за счет бюджетов. За счет бюджетов. А уже потом плавно там распределяли тарификацию на население, на получателей услуг. У нас все... Сортировка, переработка за счет бюджета. Это вы имеете в виду. Потом люди видят, за что платят. Люди видят, за что они платят. Они видят порядок, они видят сортировку. У людей появляется экологическое самосознание, что я выкинул эту картонную упаковку в отдельный пакет, значит она будет переработана и заново опущена в ход. И за счет этого в том числе и сэкономлен на плате вывоза ТКО. Я считаю, что это конструктивно, это правильно. А у нас все звалили на людей. Вот вам тариф, платите, квитанции. Организовали мутную схему по единому оператору по вывозу ТКО. Я считаю, что это неправильно. В соседней Нижегородской области она меньше по размерам. В Кировской области там шесть зон, шесть операторов. Но ведь как-то ведь работает, ведь это эффективно. У них построена мусоросортировка уже. У них построена уже мусоропереработка. А мы в лесах, в тайге пытаемся тут организовать такое мегапредприятие, не имея ничего. Ни денег, ни инфраструктуры, ни спецтехники, ни эффективных там подрядчиков. Ничего не имеем. Звалили на людей деньги, люди деньги платят. А как происходить, это будет услуга? Ничего не поменялось. У нас времени немного остается. Давайте еще один вопрос чистоты поднимем. Вот опять же, когда-то у нас будет чисто, потому что будет меньше мусора. Вот новый главный дорожник Евгений Лунев нам говорит, что тоже когда-то, не сейчас, а вот по его подсчетам через два года в городе будет чище. Потому что он возьмет сейчас за работу с подрядчиками, наладит с ними взаимоотношения, выстроит их работу. И вот по его данным через два года в городе станет чище. Почему через два? Почему не сейчас? Вы знаете, я уже устал от этих новых главных дорожников, что в городе Кирове, что в Кировской области. Они меняются как перчатки. У каждого одна и та же версия, как он здесь появился, что это вызов для меня, что я хочу убедить всех и себя в своей компетентности, в специализации и так далее. Я уже устал от этих слов. Поживем, увидим. Каждый новый человек приходит со своей головой, со своей схемой, долго не засиживается, осваивает миллиардный контракт как заказчик, ведь это дирекция дорожного хозяйства, это же заказчик, значит, осваивает этот миллиард, уходит человек, приходит, уходит, люди только меняются, зам только единственный, и Шутинов у него все остается. Вот и Шутинов как был, зам у Кошкина, он так и замом у Менькина был, замом сейчас у этого был, у предыдущего был замом, он везде зам. То есть вот непосредственно человек, кто рулит всем вот этим процессом, имеется в виду, не принимает какие-то решения, а ведет операционно-разследственную деятельность, это Шутинов. А его никто не меняет, он там как сидел, так и сидит в этой конторе, как занимался, так и занимается. Подрядчики, как были единственные, ГДМС или Атавтодор, эти мега-подрядчики, так называемые, со своей допотопной техникой, которая перекладывает бюджеты из городского бюджета в бюджет МУПа, а потом куда-то там пытаются их деть, так и они остались. Эту историю с двумя подрядчиками, которые... Да я уже устал обсуждать эту историю, устали депутаты эту историю обсуждать, у нас глава администрации радуется и публично заявляет, что в этом году, в предыдущем году МУПа ГДМС, ой, АО ГДМС заработали приличную сумму, приличную сумму они заработали и готовы ее потратить на лизинг спецтехники. Все бы ничего, все хорошо, только эта сумма заработана из бюджета города Кирова. Вот взяли штаны из одного кармана, переложили в другой карман и радуются этому. Если бы ГДМС привлекал, зарабатывал на каких-то частных контрактах, на коммерческих контрактах и заработал большие деньги и отложил бы их на спецтехнику, я бы только в ладоши эффективности похлопал. А в этой ситуации получается, что мы в три дорога выкатываем тендеры на ремонт и содержание дорог, на асфальтирование дорог, в три дорога хватают эти аукционы два подрядчика ГДМС и АТАВТОДОР, в три дорога делают эти работы, в три дорога раздают на субподряды своим прикормленным уже субподрядчикам и ничего не меняется. Года проходят, главы администрации меняются, какие-то главные дорожники меняются, а схема-то не меняется. И асфальт у нас лучше не становится. И последняя проверка КСП или кто там проверял, сказала, что в том году уложенный асфальт в 50% случаев есть замечание. Но вы вдумайтесь только в эти цифры. В 50% случаев есть замечание по качеству выполненного контракта. Но ведь надо значит что-то менять. И об этом и Ковалева Ковалева сказала, надо что-то менять. Все-таки власть должна за чистотой это в городе следить? Или не только она? А кто еще? Ведь платятся бюджет, платятся налоги, они формируют бюджет и в том числе обязанность муниципалитета это благоустройство. А как? Ну вот такие истории, когда вот на видео мы видим, едет значит машина, клубы пыли вокруг, а главный дорожник нам говорит, так мы с 16 апреля переходим на летнее содержание. Будет влажная уборка, а 15-го еще нет. Так это значит... Так человек разумный за рулем машины сидит. Почему такие вещи? Ну человек разумный выполняет распоряжение вышестоящего руководителя. То есть ему так сказал мастер, едь по этой дороге и поливай, ой, не поливай под металл. Мастер тоже человек разумный. А мастеру сказал заместитель директора, заместителю директора сказал директор, а директор почесал голову и сказал, так у меня контракт до 15 апреля, а с 15-го новый контракт, ну вот новые деньги будем с вами. То есть это ведь все от головы идет и от так называемого, как вы сказали, главного дорожника. Вот мы посмотрим, Лунев у нас эффективный управленец и эффективный менеджер, он способен будет справляться с... даже не знаю с каким термином выразиться, с такой городской администрацией или не способен. Вот и посмотрим. Ну значит, как минимум... Летний сезон покажет. И еще один следующий Лунев нас попросил подождать два года. Ну, видимо, он просто подписал контракт на два года. У меня такое ощущение, что подождите, мой контракт два года, а дальше я уже где-нибудь окажусь в Рязани или в Калуге или в Санкт-Петербурге. Ну, два года это для нас много, да, судя по его предшественникам. Заканчивается программа «Особое мнение». Алексей, спасибо вам, хорошего дня вам и всем слушателям. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok